Привет, друзья, коллеги-королиководы! Представляю вашему вниманию рейтинг самых опасных заболеваний, которые убивают наших кроликов. Эти выводы я сделал на основе своих наблюдений и наблюдений своих коллег-друзей-королиководов. Не претендуя на высшую истину, любой взгляд здесь будет всегда субъективным. Ну, кто с чем сталкивался, кто от чего пострадал. Итак, к сожалению, кролики не отличаются завидным здоровьем, и их иммунную систему вполне может пробить значительное число разной заразы. Конечно, в зависимости от условий содержания есть свои нюансы. Например, при клеточном содержании общий иммунитет животных слабее из-за малой активности. Ну, то, что они сидят в замкнутом помещении. Но, зато, распространение инфекций при разумной плотности идет медленнее при этом. У кроликовода есть время на ответные меры. Часть поголовья можно успеть спасти. В вольерах на просторе общий иммунитет животных сильнее, заметно сильнее. Но кролики более уязвимы для вирусов, например. В частности, для вирусов, распространяемых теми же насекомыми. Ну, так как на весь вольер сетку не натянешь, если он вне помещения находится. Животные находятся в тесном контакте друг с другом, и передача идет сразу и массовая. Это, в частности, касается ВГБК и миксоматоза. Если уж пробьет защиту, то процент потерь выше. Ну, как правило. Но, вне зависимости от условий, болезни есть болезни. У вас год-два, все может идти прекрасно. А в одно несчастное утро заходите, а у вас не крольчатник, а больше лазарет или даже склеп. С разной степенью эффективности с этими болезнями можно бороться. Можно применять профилактические меры, и нужно их применять. Но есть отдельная категория хворей, при которых животные неизменно умирают. ТОП-5 этих болезней-убийц мы сегодня и рассмотрим. Пятое место. Инфекционный ренит. Довольно распространенное заболевание. Полимикробная теология у него. То есть, может вызываться разными видами бактерий. Я склоняюсь к этой точке зрения. Хотя, некоторые крыльководы считают, что ренит это всегда частное проявление хронической формы постерилеза. Я не могу с этим согласиться. Это лишь один из вариантов. Действительно, постерилез вызывает ренит. Но ренит вызывают и другие бактерии. В свое время у меня был кролик, у которого был ренит. Завершившийся воспалением легких в итоге. Я возил на анализ. И в итоге никакой постерилла не было обнаружено. А вот всем известный злодистый вредитель присутствовал. Ну, стафилокок я имею ввиду. Так что инфекции, вызывающие ренит, могут быть разные. В этом видео я не смогу рассмотреть все нюансы лечения, профилактики и так далее. Их слишком много. Для этого будут отдельные видео. Сейчас просто рейтинг убийц. Врага надо знать в лицо. Скажу только, что ренит самый хилый из участников сегодняшнего рейтинга. У короликовода всегда есть уйма времени, чтобы обнаружить симптомы и принять ответные меры. На развитие болезни до стадии воспаления легких или абсцесса легкого, фатального поражения дыхательных путей уходит не менее 2-3 недель. Плюс, если животное сильное, хорошее питание, его иммунитет может и сам справиться с не очень опасными возбудителями. В крайнем случае, если крыльковод решит, что лечение нецельсообразно, у него всегда есть время на плановый забой животных. Четвертое место рейтинга убийц кроликов. Кокцидиоз. Заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт кролика. Кокцидии это простейшие микроорганизмы, которые широко представлены в окружающей среде, в природе и живут в том числе и в микрофлоре. Желудочно-кишечного тракта животных и птиц. У животных со здоровым иммунитетом микрофлора сбалансирована и кокцидии, даже если они имеют место быть, никак себя не привлекают. Но если иммунитет на нуле, колония кокцидий быстро размножается и поражает печень и кишечник животного. Желудочно-кишечный тракт не может функционировать. Продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов, вышедших из-под контроля, вызывают вздутие кишечника, закупорку. Печень не выполняет свою функцию, в итоге смерть. От момента, как животное погрустнело, стало апатичным, перестало ходить в туалет до гибели, может проходить от двух до четырех суток. Время для принятия контрмер есть, но его уже значительно меньше. И смертность выше, чем в случае с предыдущей угрозой. Проще всего подхватить кокцидиоз от контакта с землей, пометом домашней птицы, пометом самих кроликов, при несоблюдении гигиены содержания. Особенно опасен контакт с пометом грызунов. То есть, если, скажем, комбикормом или зерном кормились мыши, ну и, соответственно, оставили там свои следы, то это все очень может плохо кончиться. Это просто опасно. Третье место рейтинга – пастерилез. Хотя, честно говоря, я бы присудил ему второе место, исходя из своего личного опыта. Но об этом чуть позже. Пастерилез бывает в двух формах – хроническое и острое. Хроническое – это вялотекущая и в целом она не смертоносная. Это просто предупреждение. Если животные не слишком ценны, я бы советовал с ними расставаться. Лечение станет очень дорого, а эффективность его довольно низка. Мясо после тепловой обработки спокойно можно кушать. Но есть и острая форма пастерилеза, которая не даст вам времени на раздумья, посещение ветеринаров и так далее. Передается острая форма быстро, воздушно-капельно. Молодняк гибнет бессимптомно и массово в первую очередь. Взрослые животные пытаются сопротивляться. Но если появились симптомы поражения, выживаемость даже при лечении антибиотиками и сульфаниламидами низкая. Животное долго мучается, но поражение дыхательных путей, легочной системы и ЖКТ могут быть настолько сильными, что животное в конце все равно умирает. Из кроликов, имеющих симптомы, в тяжелом состоянии, при всех возможных в этой ситуации методах лечения, выживаемость 2 к 10. То есть если уже есть явные симптомы, то лечение малоэффективно. При этом пролечивать надо сразу всех, особенно кто не заболел еще и у кого еще есть силы сопротивляться. Так что постерилез это очень опасный убийца. Хотя и не такой раскрученный, как те, что заняли первое и второе место сегодняшнего рейтинга. И вот как раз второе место. Миксоматоз. Это вирус, вызываемый миксомой. Распространяется очень быстро с животными, их продуктами, инвентарем, на одежде, с кормами, с шерстью и так далее. Но главное средство мобильности этого вируса это летающие насекомые, мухи и комары. Эти вестники смерти, побывав в хозяйстве охваченным миксоматозом, легко доставят возбудителей в соседние хозяйства. Единственное заболевание рейтинга, с которым я лично не встречался. К счастью. Поэтому я и отнес его на второе место. Крыльководы пишут, что имеют опыт успешного лечения этой беды антибиотиками. И спасают довольно большой процент поголовья. Во всяком случае, больше, чем мне удалось спасти от пастерилеза. Ну, из тех животных, которые уже заболели у меня. Но поскольку сам я такого опыта не имею, не хочу недооценивать миксоматоз как противника. Профилактика заболевания миксоматозом это вакцинация, ну, либо надежда на везение. Если в округе нет кроличьих хозяйств, возможно и удастся избежать неприятностей. Но я предпочитаю вакцинацию. Вот еще, кстати, очко в пользу лидерства пастерилеза. От него в настоящее время в России вакцины нет. Раньше выпускалось, но ее сняли. Говорят, что даже запретили. Плюс люди жаловались, что не работало. А из-за границы что-то подобное вести это и сложно, и дорого. Да и если на таможне у вас обнаружат полсотни ампул, ну, это может стать незабываемым приключением для вас. Ну, сойдемся на том, что и миксоматоз, и пастерилез оба зарабатывают серебряную медаль и второе место сегодняшнего рейтинга. И вот он, наш чемпион среди убийц кроликов. Первое место рейтинга. ВГБК. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов. Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Вечером вы покормили своих животных, они бодры и веселы. А поутру вместо корольчатника морг. Пути распространения в принципе как у миксоматоза. Вирус есть вирус. Проблема в том, что даже при миксоматозе возникает... Ну... Внешняя симптоматика. То есть шишки, наросты. Животное болеет какое-то время. А ВГБК нападает внезапно. Ни вы, ни кролик не почувствуете, что таймер уже запущен. К счастью, у меня все животные были привиты. И встретившись с ВГБК, я потерял лишь несколько кроликов. Но увиденное шокировало даже меня. То, во что вирус превращает внутренности животного, это ужас. Бескомпромиссный убийца. И его особенность и опасность в том, что создан он специально человеком. Специально для уничтожения кроликов. Австралийцы таким образом признали свое поражение в честной борьбе с кроликами. И применили биологическое оружие, по сути. А заодно и распространили его по всему миру. Уже вторая версия вируса сейчас гуляет. Косит наших животных. На подходе уже говорят третья. Вакцины не успевают учитывать все эти новые штаммы. И, по сути, становятся пустышками. Потому что защищают от прежней версии вируса. Кстати, заставляй задуматься. Если для уничтожения всего лишь ушастиков придумали такую дрянь. Представьте, сколько подобного добра в закрытых лабораториях и хранилищах. Предназначенного для уничтожения живой силы. Ну и население противника. Уже, естественно, среди людей. Вот вам и ужасы кролиководства. Ну и просто ужасы. На этом у меня все. Берегите себя и своих животных. Спасибо за внимание. И до новых встреч на канале Фермер-Одиночка. Фермер-Одиночка.